Это называется судьба, судьбинушка. Это называется еще законы причинно-следственной связи, карма и так далее. Поэтому очень важно понимать, что это не означает, что мы должны тут расфуфыриться и бегать по всем, не знаю, каким-то заведениям и так далее, чтобы нас заметили. Потому что мужчины этого боятся, когда вот такая женщина сидит и вот всем взглядом показывает, что я вот уже готова. Но это не вдохновляет. Поэтому, конечно, сейчас я своего сына спрашиваю, где вы сейчас знакомитесь? Он говорит, как, где, в интернете. Ну, раньше это у нас совершенно по-другому как-то происходило. Но сейчас, видимо, в интернете тоже как вариант, да? Вот, но, знаете, самый лучший способ, у меня есть одна история очень потрясающая. Одна девушка очень хотела выйти замуж, просто очень хотела выйти замуж. И она поехала с нами в паломничество. Кстати, мы скоро едим в паломничество, в Гималайи, вдруг вы захотите. Сейчас как раз история специально для этого. Итак, она поехала в Гималайи с нами, чтобы вот прям помолиться, помолиться. Не знаю, в святых местах, омыться в ганге, вообще везде, где только можно. И жениха. И она поехала, и мы заехали в такое очень удивительное, удивительное святое место. Там такие горячие источники, действительно святое место. И она выходит и говорит, а-а-а, Марина, я поняла, я не хочу замуж. Я говорю, а что такое? Как это вы так омылись удивительным образом? Она говорит, ну, вы знаете, я поняла, что я вообще-то не собираюсь служить мужчинам, я не хочу им служить. Я просто хотела бы, ну, как бы все замужем, вот я хотела бы быть замужем, а тут вот на тебе, вот как-то я не замужем. Поэтому я решаю, да зачем мне это надо? Все мужчины расслабятся, я лучше буду получать знания. Как вы думаете? Я говорю, ну, я не знаю, это же ваш выбор. Я вот как бы, ну, буду помогать вам в этом. Вот, и она возвращается после паломничества и через некоторое время мне пишет. Вы знаете, говорит, я что до этого вообще-то размещала свое объявление, и мои друзья были в курсе, что я ищу себе мужа. И вот они нашли какого-то жениха из Африки, говорит. И он хочет приехать, он никогда в жизни не видел снег. А она в Усть-Каменогорске жила. И она говорит, вот, а я что-то вообще-то отказалась, а теперь неудобно как-то и друзей подвезти. Я говорю, слушайте, ну, вас же никто не везет, говорю, подвинец прямо сейчас. То есть, ну, помогите человеку снег увидеть, как здорово послужить ему. И вот она говорит, ну, и в прям чуть-чуть я так прям разволновалась. Он приехал, оказалось, она почему-то думала, что он будет в черном теле, он оказался в белом теле. Это уже было такое, для него большое удивление. Потом парень оказался очень таким, мужчина оказался очень таким вежливым, приветливым. И ей ответ на визит, говорит, приезжайте к нам в Африку. И вообще, говорит, вы знаете, мне, говорит, вы так понравились, говорит, может, мы с вами будем более серьезные отношения строить. Она говорит, боже, я же вообще-то уже сказала, что нет. А может быть, это милость Бога? И она такая очень крутая бизнес-вумен, и она спрашивает, простите, а вы вообще кем работаете? Он говорит, я электрик. Она, о, боже мой, ну надо же, вот какая незадача. Он электрик, и я бизнес-вумен. Ну, ладно, может, человек хороший. Одним словом, она поехала в Африку. Он оказался миллионером, владельцем там каких-то энергетических компаний. Ну, таки вышла она за него замуж, и потом она мне пишет, вы знаете, оказывается, выйти замуж, как помните, говорит, не напасть, лишь бы замужем не попасть. Оказывается, столько уроков замужества, я думала, что замужем это все. И я поняла, что все то, что я не решила, будучи не замужем, я теперь это просто в геометрической прогрессии лишаю. И поэтому перед тем, как выйти замуж, пожалуйста, просто научитесь быть счастливыми, вне зависимости от того, выйдете вы замуж или не выйдете. Говорится, что замужество – это увеличительное стекло. Все, что вы положите под него, оно увеличит. Если вы счастливая, положите счастье под него, оно увеличится. Положите сомнения, сомнений станет больше. Положите несчастье, несчастье увеличится. Поэтому научитесь быть счастливой и скажите Господу, он же в курсе, что вы не замужем. Скажите, вот я буду работать над собой, то, пожалуйста, уж как-то так, но тоже позаботьте обо мне. И доверяйте. Тогда это будет не по карме, а уже это милость. Милость Бога, она не зависит от нашей кармы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова